Рекламно-информационная программа. Пятилетнего юбилея Вятского оркестра русских народных инструментов имени Шаляпина. У нас сегодня в гостях, во-первых, дирижер оркестра Александр Чубаров. Александр Николаевич, добрый день. Добрый день, заслуженный артист России. Вы сегодня пришли к нам не один, а с музыкантами непосредственно. С солистами. С солистами Вятского оркестра русских народных инструментов имени Шаляпина. Это лауреаты международных конкурсов Михаил Шустов и Никита Загузин. Добрый день. Доброе утро тоже нормально, еще не вечер. В руках у музыкантов инструменты. Я так балалайку, признаюсь, близко не видел уже много-много лет. Вот как-то вот не доводилось. А сегодня мы еще ее и послушаем. А давайте сразу послушаем, а затем уже будем говорить и приглашать наших слушателей на концерт, который состоится завтра в филармонии. Начало в 17.00. Как раз-таки концерт в честь 35-летнего юбилея оркестра. Пожалуйста, музыку. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, приемы и ноты одни, а звучать может по-разному А это прозвучит все на завтрашнем концерте? Нет, это произведение завтра не прозвучит Так что тем, кто сейчас не услышал, тем сильно повезло Если зрители будут очень хорошо принимать, то ребятам Могут и сыграть Вы видите, что проблем нет Хорошо Итак, 35 лет нашему оркестру русских народных инструментов Давайте поговорим о том, насколько значимы это событие Сравнить с другими, возможно, оркестрами Мы долгожители в этом отношении? Ну нет, мы не совсем Долгожители, конечно, есть оркестры Вот недавно попалась мне информация, что Красноярский оркестр русских народных Он как-то называется так Какое-то слово там такое важное очень Ему 90 лет Они праздновали 90-летие недавно совсем В этом году, по-моему, в начале года Ну и, конечно, наши главные оркестры, с которых все начиналось Это оркестр имени Андреева Это понятно, да? Мы немножко вернемся потом Попозже, я думаю, еще Вопросы будут связаны, да? Да, да, да Будут один из вопросов Мы как-то уже, по-моему, по этим оркестрам даже вопросы задавали Совсем другие цифры И оркестр имени Осипова Ну, средний такой, так скажем, возраст Есть и моложе коллективы И мы, как раз-то, оркестр организовался в то время Когда в России у нас в государстве Во многих областных центрах появлялись оркестры народных инструментов Благодаря невероятно просто такой огромной деятельности Руководителя главного нашего оркестра имени Осипова Николая Николаевича Калинина, народного артиста России Он просто незаурядный человек И он столько сил потратил на то, чтобы помочь музыкантам организоваться И сейчас действительно Именно в регионах России Да, 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 именно в регионах И практически в каждом областном центре Да еще есть и не по одному Оркестру русских народных инструментов Вот за это ему великое спасибо и благодарность Чем будете завтра удивлять своих поклонников, слушателей? Давайте поговорим о программе Программа, я считаю, мы старались выстроить ее так Чтобы было всем интересно Разные жанры прозвучали Одна из страничек завтрашнего концерта Будет посвящена нашим вятским композиторам С коими оркестр постоянно сотрудничал Начиная с 1982 года Когда я, собственно, образовался Это прежде всего Андрей и Галина Карпиковы Станислав Хусаинов Ну и, конечно же, Илья Городничев Чью музыку мы довольно много играли У него много вокальной музыки Вот эти авторы прозвучат Потом будут солисты наши выступать обязательно В качестве именно солистов оркестра Будет очень интересный номер Мы с вами когда-то встречались перед концертом Михаила Дзюдзе, помните? Рассказывали о том, что будем играть В музыку электронную, рок-музыку И в качестве солиста тогда был контрабасист Контрабас была лайка Была лайка, контрабас, совершенно верно Ну и мы решили, что у нас не хуже артисты И завтра мы увидим с вами Трио контрабасов в качестве солистов Трио контрабасов, именно балалайшников? Да Я помню, что это такие большие солисты Это очень большие инструменты Это вот эти балалайки У меня было большие затруднения В выборе, кого же выпустить солистом А самих-то инструментов хватило? Хватило, нашлись У нас в оркестре три человека Я долго сомневался, кому же дать возможность сыграть Потом, да ладно, пусть все играют Чтобы не обиделись на меня наши артисты И что они исполнят? Они прозвучат Произведение известное довольно Испанского композитора Альбениса Астурия называется Вот в качестве сольных инструментов Будут контрабасы у нас Ну и в первом отделении мы услышим с вами Что еще интересного Такой коллектив, который у нас редко выступает Но в этот раз я попросил Михаила Лентовича Чтобы прозвучал классический ансамбль Это секстет балалайк С чего, собственно, и начинал Василий Андреев В конце 19 века То есть такой классический состав русских народных инструментов Да, именно, видите, понимаете Именно балалайк Не без домбр А вот такой секстет Это Василий Васильевич Андреев В конце 19 века Организовал так называемый кружок Любителей игры на балалайках И вот тогда в таком виде ансамбль и выступал И у нас произведение исполнит секстет балалайк Мы увидим с вами унисон домбр Я попросил наших всех домбристов В этот раз выйти сесть перед Ну, на рампе Перед оркестром Перед оркестром Они будут тоже исполнить Всех сколько их? У нас 9 Я имею в виду домбр малые У нас еще и другие есть инструменты Побольше Альтовые, басовые А это именно домбры малые Прозвучат в виде унисона домбр Мы с вами их увидим Ну, обязательно сыграет наш выдающийся баянест Николай Кононов Оксана Касимова Тоже концертмейстер в настоящее время Оркестр домбристка А второе отделение будет посвящено нашим гостям Это прекрасная певица из театра «Геликон-опера» Сопрано, лауреат международных конкурсов Елена Семенова Давний наш знакомый баритон из Москвы Василий Пьянов Настоящий казак такой У него очень здорово получаются народные песни Романцы и казачьи песни Вот что-то мы завтра из этого услышим Ну и с особым чувством восхищения Могу сказать, что завтра будет участвовать И радостью, чтобы завтра примет участие в концерте Великолепный аккордеонист Молодой выпускник Нижегородской консерватории Солист Государственного академического оркестра Камерного оркестра под управлением Спивакова Виртуозы Москвы Он уже лет, наверное, 20 выступает как солист этого оркестра Начиная еще с юного возраста Вот таким юношей, молодым Но это настолько... Вундеркинд Он до сих пор еще в ранге такого молодого музыканта Нет, это уже... Я вот сейчас недавно его увидел Это здоровый такой, крепкий, красивый парень Ну это просто уникально Это выдающийся исполнитель И, к сожалению, так бывает, что есть раскрученные артисты Которых мы все видим на экранах Слышим где-то по радио Которые уже стали таким элементом шоу-бизнеса Да, да, да Но они, кстати, не такие одаренные, как этот молодой человек Это просто уникальные исполнители Мне вот очень приятно, что он согласился к нам приехать Нашел возможность Он тоже очень занятой И выступает... По-прежнему выступает в качестве солиста оркестра Виртуоза Москвы Не только в городе Москве Не только в самых престижных залах В консерватории, в большом зале консерватории В Московском международном доме музыки Я вас просто, ну, рекомендую Придите, посмотрите хотя бы чуть-чуть Потому что даже... Он во втором отделении будет? Во втором Ну тогда есть смысл сразу приходить на первое Зачем при чуть-чуть-то слушать? Во втором отделении будет играть в конце И это выдающийся исполнитель Вы непосредственно приглашали вот Да, конечно, конечно Музыкантов, упомянутых уже Да, 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 да Это ответственность лежит и выбора тому, и как дирижера Я именно на прошлом, может быть, в наших встречах Говорил, что это очень сложный процесс Попасть в график, найти окно в графике Ну да, нет, и это и выбор программы Вот выбрать, потому что Репертуар на самом деле ведь очень много Что сыграть? Ну, это для меня лично Это такой мучительный процесс На чем остановиться Но, слава богу, пока вроде бы как получается Надеюсь, что и завтра будет все замечательно Завтра в 17.00 в Вятской филармонии Юбилейное выступление Вятского оркестра Русских народных инструментов имени Шаляпина Мы продолжим нашу беседу И музыка, конечно, у нас еще будет После небольшой паузы Готовьтесь выигрывать, отвечать на наши вопросы 211-101 очень скоро продолжим Культпоход В нашей студии Александр Чубаров Дирижер Уятского оркестра русских народных инструментов Имени Шаляпина Заслуженный артист России И солисты оркестра Лауреаты международных конкурсов Михаил Шустав и Никита Загузин Давайте, Николай, напомним, что мы разыгрываем И уже будем задавать нашим слушателям вопросы Напоминаю Пригласительные билеты в драматический театр Сегодня в 18.00 Зойкина квартира Завтра в 17.00, в 18.25 запрещенный роман Театр на Спасках тоже имеется 15 октября, в 17.00 Каренин Пригласительный на концерт ансамбля Песни и танцев народов Урала Прикамья 20 октября в 19.00 театре Кукол Да, дальше у нас есть пригласительный На двоих авиатский палеонтологический музей И еще билеты на концерт известного русского баяниста Валерия Семина Концерт состоится 17 ноября В ОДНТ, организаторы арт-студия Маска И группа компании Норма Как всегда пригласительные билеты в галерею прогресс На этот раз на изумительную выставку Татьяны Дедовой Вятская губерния города и села 100 лет назад Также у нас книги от магазина Читай город Две книжки у нас остались Александр Беленко Панические атаки и вегетативно-сосудистая дистония Нервные клетки восстанавливаются Это врач-невролог рассказывает о том Как запустить организм на выздоровление Еще один автор, который оказался женщиной Мы думали, что это звучит Ван Суи Фен Ван Суи Фен Звучит по-мужски, да История чая и человека в фактах, легендах, литературе и произведениях искусства Также у нас есть еще пригласительные от наших гостей сегодняшних Филармонию То есть непосредственно на завтрашнее выступление Вятского оркестра русских народных инструментов Вы можете попасть Что у нас получается? Два пригласительных и каждая из них на две персоны Замечательно Замечательно Очень красивая при этом пригласительная билет Мне просто издание понравилось И, кстати, на концерт Ильи Оленева Который был гостем нашего первого часа На сегодняшний концерт Вечером вы тоже можете пойти Если правильно ответить на вопрос, конечно Александр Николаевич, вам задавать вопрос первый Ну что ж, дорогие друзья Вы, наверное, знаете, что Оркестр русских народных инструментов Первое выступление Великорусского оркестра Бонн-Подтаким Состоялось в конце XIX века Я назову три варианта правильные ответы Когда состоялся первый концерт Один правильный, а два остальных неправильных Я так скажу, да Три варианта Один из них правильный, конечно же Значит, в конце XIX века Состоялся первое выступление Великорусского оркестра Назовите, пожалуйста, год, когда это случилось Варианты ответов 1878 1888 1898 год Сегодня у нас восьмерки С первого часа С первого часа у нас перетекли Кстати, восьмерка для меня лично тоже, в общем-то, счастливая Хорошее число Китайцы, кстати, очень его даже высоко ценят У нас есть желающие уже ответить Алло, добрый день, мы приветствуем вас Здравствуйте Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Валентина Слушаем вас внимательно, Валентина Мне кажется, это 1896 год Великорусский оркестр народных инструментов Валентина, вы назвали год, который не присутствовал в вариантах, к сожалению Давайте я вам напомню 1878 1888 Либо 1898 А почему вы так считаете, что я вот почему-то уверена, что вы 1896 год Ну пусть будет тогда 1898 Александр Николаевич, к сожалению, неправильный ответ А почему? Я возражаю Возражаете? Дискуссия Хотите поспорить? Да Ну вот, ну раз автор вопроса говорит, что ответ неправильный Александр Николаевич, ну вот давайте аргументировать, вот почему неправильный ответ Давайте тогда вашу версию Почему вы считаете, что в 1996? Видите, я уже знала, что будет дискуссия И я познакомилась с информацией Андрея Васильевича Васильевича И там как раз была информация о том, что оркестр стал называться Великорусском с 1896 года Организовал он его в 1887 году Давайте наградим эту слушательницу этим билетами Потому что не совсем корректно, наверное, я задал вопрос В 1888 году, наверное, первое выступление кружка любителей игры на баллайках состоялось Кружка А, называться Великорусском? Да, да, да Он стал божьим Ну хорошо, Валентина Ну что, вы нас убедили Да, что хотите получить? Пойдете на завтрашний концерт? Естественно Конечно, я пойду Обязательно Отлично, отлично Молодцы Не кладите, пожалуйста, трубку Наш редактор сейчас вам подскажет, куда нужно прийти для того, чтобы это замечательное приглашение забрать Следующий вопрос Продолжаем играть Владимир, ну раз с тебя, потому что ты в первом части как-то отдохнул немножко Отдохнул? Да Александр Николаевич, я сегодня себе позволил поступить так же, как и в прошлый раз Я инструменты русского народного оркестра хочу дальше продолжить загадывать Да, давайте Немножко В прошлый раз мы вас в тупик немножко поставили, да? Что там, жалейка у нас была? Я даже это название сейчас не скажу уже Сегодня, я думаю, попроще будет Сегодня, думаю, попроще будет Итак, сейчас прозвучит инструмент Ваша задача, уважаемые слушатели, угадать, как же он называется 211-101 Вопрос похоже на самом деле полегче, потому что Полегче Тут, по-моему, очень просто Очень просто Давайте попробуем узнать Здравствуйте, вы в эфире Алло, слушаем вас Алло Алло Нет у нас что-то звонка сорвался Звоните еще, 211-101 Великолепный инструмент С удивительным звучанием Ну, я думаю, он очень много узнает Довольно быстро отзвонятся нам Да, да 211-101 Ждем вашего позвонка Ваша партия, если это инструмент, не будем его называть, используется Звучит? Очень редко А почему? Нет инструмента или нет исполнителя? Исполнителя нет Инструмент есть Но исполнителя вот пока на сегодняшний день нет такого Надо профессиональный заказ делать, чтобы подготовили Слушаем вас Алло Алло Алло, добрый день, как вас зовут? Елена Елена Какой инструмент вы сейчас слышали? Назовите, пожалуйста, его Похоже на гусли А человек, который на них играет, как называется? Гусляр Гусляр Пойдете гус... 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 гусляром В оркестра народного Нет, спасибо Ну, абсолютно верно Это, конечно же, гусляр Наши традиционные Былинные Былинные, да Какой приз выбираете? На Спасскую В театр на Спасскую пойдете? Хорошо? На Каренина На Каренина Не кладите... Не кладите... Не кладите... Не кладите, не отключайтесь Поговорите, пожалуйста, с нашим редактором Николай Следующий вопрос У меня тема продолжается Я спрашиваю про тех звезд, которые то ли приезжали к нам, то ли нет Тем более, к вам тоже регулярно приезжают приглашенные знаменитые артисты Но у меня немножко другая тематика Это мы для наших слушателей поясним Для наших слушателей, да Просто в первом части мы... Ну, ладно, сейчас все поймем Да, ну, неважно, да Сейчас поймем Вот сейчас опять прочитает фрагмент исполнителя Я вас спросил Приезжал он к нам в Киров? Или это легенда, или это миф? Попрошу, Артем Я даже не называю, кто это Я думаю, что вы должны узнать даже по тембру голоса Он довольно-таки часто звучит на всевозможных каналах И на всевозможных магнитофонах Итак, вопрос простой Тот человек, который поэту песню был у нас в Кирове или нет? Да или нет Да или нет, да Вот уже желающий, позвоните Если обоснуется, то будет замечательно Здравствуйте Здравствуйте Здравствуйте, как вас зовут? Александр Александр, вы узнали, кто это пел? Нет, я просто отвечаю На удачу Вопрос нет? Вопрос отвечаете нет, да? Да Не был, да? То есть вы ошиблись Когда мы поговорим после маленького перерывчика Видимо уже с следующим позвонившим И я вам задам еще дополнительный вопрос Хорошо Давайте рекламу небольшую сейчас устроим И продолжим То есть ответ был неправильный? Неправильный Неправильный, да Этот человек у нас был Был? Был Вот сейчас человеку придется сказать, во-первых, был А во-вторых, сказать, кто он такой Хорошо, давайте реклама И мы скоро вернемся Культ поход Это мы вам напоминаем вопрос, который прозвучал до перерывчика И вопрос формулируется так Этот человек в городе Кирове, как мы выяснили, был Как его зовут? Дозвонившийся наше слышали Сказал, что нет Не был И он оказался неправ Он оказался неправ Сейчас вопрос такой Мы уже выяснили, что он у нас в Кирове был Сейчас вопрос второй Как же его зовут? Кто же он такой? Уже есть желающие ответить Алло, слушаем вас Да, слушаем вас Здравствуйте Я думаю, что это Борис Гребенщиков Слава богу Конечно, это Борис Гребенщиков А зовут вас? Никто его узнать Вас-то как зовут? Сергей Сергей Вы совершенно правы Это Борис Гребенщиков Так он у нас в Кирове, как я понимаю, бывает, да? Да, конечно. И, по-моему, довольно часто. Просто непривычно слушать именно англоязычное. Это довольно старое. Это ломбом, да, мало. Ну что, вы совершенно правильно ответили. Какой вы приз хотели получить? Так. У нас много чего еще есть. Пойдете завтра на юбилейный концерт уятского аркестра? Нет, вы знаете, завтра, к сожалению, не получится. Не получится. А может сегодня в драмтеатр? В галерею прогресса? Сегодня тоже нет. Ну, тогда книга. 20-го числа «Танцы народов Урала», «Прикамье», ансамбль прекрасный. Да, давайте это 20-го октября. 20-го октября в театре «Кукол», 19.00. Все совершенно прекрасно. Они ваши, эти билеты. Так что не клоните трубку. Не клоните трубку. Давайте пообщаемся с нашими гостями все-таки еще. Александр Николаевич, все осветили, успели уже о завтрашнем концерте или что-то еще забыли? Или есть все-таки еще у вас сюрприз? Мы хотим, конечно, еще балалавишников послушать, но безусловно. Или опять вы где-нибудь в конце стартовый пистолет достанете? Нет, на этот раз обойдемся без стартового. Но я думаю, что нашим ребятам сейчас стоит сыграть еще одно небольшое отрывочек из того, что вот как раз завтра будет. Завтра будет. Завтра будет завтра. Да, да, да. Пожалуйста. Но это маленький фрагментик, и я думаю, что вам будет интересно его послушать. Приятно, безусловно. Пожалуйста, слушаем. Михаил Шостов и Никита Загозин. Учитель и ученик, как нас предупредили до начала. Можно и так сказать. Пожалуйста. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В прошлом сезоне концертном из Питера И играл целую программу на этих звончатых гуслях с оркестром Причем разнообразная программа И там была и кельтская музыка Вот он очень здорово играл И народные обработки Какие-то свои современные произведения Очень красивое было И довольно разнообразное Но гусляры, наверное, вообще штучные Учатся, да, есть в высших учебных заведениях И в Москве, и в Питере Есть класс гусля И щипковых, и клавишных, и однозвончатых Так, и мы... Мы просто по оркестру говорим По оркестру В настоящее время у нас 42 человека Вместе с дирижером Интенсивная очень жизнь у оркестра Четыре концерта в месяц Сорок в год И я вот посчитал тут какую-то характеристику Или что-то готовил И, ну, необходимость была Посмотреть, сколько мы произведений сыграли Допустим, за последние Вот сейчас забыл Или пять, или десять лет Ну, короче, цифра Я спросил у оркестра Никто не угадал Никто не угадал Вот какой вопрос надо было в эфире загадывать Тоже бы никто не угадал Никто не угадал Потому что оказалось, что... Ну, вот не помню Может быть, все-таки за пять лет Более тысячи произведений Более тысячи произведений Более тысячи, представляете? Очень насыщенно Нет, не представляем Это очень по-настоящему Это при том, что мы повторяем В некоторых концертах То есть жизнь довольно интенсивная Но я не могу сказать, что это неинтересно Это очень здорово Приезжают великолепные солисты Из Москвы, из Питера Ну, вот с зарубежными Мы как бы не очень пока общались Исполнителями А так Причем это солисты Не только вокалисты Допустим, там есть и скрипачи И других жанров Ребята Габаист прекрасный приезжал Очень интересный был концерт Так что жизнь активная Нам, вот я считаю, что показатель Что ли уровня оркестра Это приглашение нашего оркестра На разные фестивали Всероссийские или международные Нам посчастливилось побывать И на одном из фестивалей в Липецке В городе Ярославле Там традиционно такие проводятся Международные фестивали оркестров В Москве И выступили на одной из самых престижных Во всяком случае для нас народников На сцене Академии имени Гнесиных Это было в 2015 году Состоялся концерт Большой, полноценный И я очень рад Дипломы, кубки, награды Ну это, вы знаете В нашем жанре Это не главное И практически не бывает Ни дипломов, ни кубков, ни награды Мы как бы сами Получается, что Пропагандируем свою музыку И в свое удовольствие Что ли это делаем И посчастливилось Оркестра два раза Ну, прямо скажу Что по своей личной инициативе Вывести, съездить со границу Мы очень хорошая Интересная поездка была В 2012 году в Австрию В рамках культурного обмена Между музыкантами Австрии Верхней Австрии И города Кирова Это оказывается уже Довольно длительный период Этот обмен идет Среди музыкантов разных жанров И духовиков, и хоровиков Вот И в прошлом году мы съездили в Польшу Порадовались тому Как Принимает нас С каким вниманием С каким вниманием С какой доброжелательностью С каким пониманием И в оценочном виде тоже То есть они понимают Что это Мы слушаем сейчас вас, ребят Ну как это может не понравиться Это высоко профессиональное Высоко виртуозное исполнение И вот поэтому Они это ценят И мы всегда Концерты там Несколько концертов было Завершали Исполнением Полонеза Агинского Как бы в подарок И они тоже оценили Что вы как-то Гритпо-особому Играете Серьезно Это то есть Ну Мы же как профессионалы Мы подходим к делу Профессионально Товерство исполнения Агинский 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 Силу исторических причин Такой поляк С русской душой Да Кому же как не русским Играть его Полонез Вот И поэтому Жизнь интенсивная Интересная Надеюсь Что она И будет у нас И дальше такая Давайте Подкинем еще Несколько задач К нашим слушателям Задавайте пожалуйста Следующий вопрос 211-101 Напоминаем Есть у нас еще Кое-что Ну у нас много Еще призов осталось Ну давайте Еще такой Надеюсь Что не слишком Сложный вопрос Дорогие друзья Вы знаете Что на народном инструменте Такой как Домбра Исполнитель пользуется Пластиночкой Для извлечения звука Которая называется Плектор Или медиатор А есть еще Прием игры Пальцем Когда звук извлекается С щипком Таким пальцем Как он называется Может быть ответите Если нет То я дадам варианты Если не получится Сразу То я дам варианты Ответов Как прием Наши слушатели Игры на Домбре Именно когда Звук извлекается пальцем Уважаемые Уважаемые Домристы Звоните На самом деле Домристов у нас довольно-таки много Музыкальная школа Детишки занимаются И насколько я понимаю Довольно активно Сейчас у вас требуют Инструмент Поэтому звонят довольно-таки быстро Добрый день Здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут? Меня зовут Валентина И как называть этот прием? Я думаю Что это Пиццикатов Совершенно верно Пиццикатов Как и на скрипочке Пиццикатов Совершенно верно Я вот честно Я не готов Я бы висловно Потому что думаю Так на домре На скрипке тоже Пиццикатов Ну конечно На любом струне И соответственно Звук тоже получается Отрывистый Ну вот давайте Продемонстрируем Ребятам Никита, Михаил На балалайке Пиццикатов Пальцикатов Пальцикам Главное Как получить ваши билеты Есть еще время Николай Есть вопрос Ну что конечно У меня еще Фрагмент один тоже По приезжим К нам Или не приезжим Звездам ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вопрос очень простой Михаил Ну как вы считаете Дэвид Бобби Был в Кирове или нет? Мне думается Что нет Ответ правильный Ответ правильный Хотя есть красивая легенда О том что сняли С поезда В 73-м году Он на самом деле ехал на поезде Потому что он не боится Летать на самолете Но вот к сожалению Как потом уже выяснили Наши архивисты Историки и так далее А кто активно продвигал Эту идею Эта идея 70-х годов Продвигалась Потому что слух возник Еще в 70-е годы Что какого-то иностранца Сняли В нашу инфекционную больничку Положили Охраняются страшной силой Что он какая-то звезда И так далее А Боуи как раз проезжал В это время из Японии В Лондон Довольно-таки Длительный такой слух Он был Он то подтверждался То опровергался На данный момент Ответ правильный Боуи к нам так Проехал мимо Но не зашел А жаль Да Михаил Куда пойдете Какой приз хотите А можно ли повторить Что осталось Ой Ну если мы будем повторять Мы уже выйдем У нас билет в драмтеатр На сегодня и на завтра Билет в драмтеатр есть Завтра что ждем Завтра что ждать Запрещенный роман 18.25 Давайте Завтра Запрещенный роман Точнее начало 17.00 18.25 Часть назад Отлично Все прекрасно У нас остается буквально Несколько секунд До конца уже программы Культпоход Александр Николаевич Ну что приглашаете Своих поклонников Слушателей Ну что ж дорогие друзья Если еще успеете Если там немножко Еще билетов осталось Поторопитесь Потому что завтра Будет замечательный концерт Я Ну уверен Что вам Понравится Наша завтрашняя программа И наши солисты Итак 14.00 Октября Начало 17.00 Часов Цветы Брать с собой Поклонникам Конечно Цветы никогда не помешают Это Придаст Музыкантам Солистам Настроение Праздничности Нашему концерту Мы поздравляем вас С этим юбилеем Рокества Долгих вам Творческих Успешных лет Спасибо Спасибо Аншлага на завтра И как можно больше Крикал Бис и Браво Спасибо всего доброго На этом Культпоход завершается Следующий Культпоход Уже в следующую пятницу Не забывайте Что у нас есть еще одна Программа Где мы задаем вопросы Приглашаем интересных гостей Это Открывашка По воскресеньям В 10.00 Да-да-да Я не прощаюсь Вернусь в программе Сделан на рядке Через несколько минут А я появлюсь в понедельник Культпоход